Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 30 ноября. Подвиги и страдания святого апостола Андрея Первозванного. Святой Андрей, первозванный апостол Христов, сын одного еврея по имени Ионы, брат святого верховного апостола Петра, был родом из города Бессаиды. Презирая суету этого мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступать в брак, но, услышав, что святой предтеча Иоанн проповедует на Иордане покаяние, оставил все, пошел к нему и сделался его учеником. Когда святой предтеча в указы на проходившего мимо Иисуса Христа произнес, вот агнец Божий, святой Андрей вместе с другим учеником предтечи, которого считает за евангелиста Иоанна, оставил крестителя и последовал за Христом. Он нашел брата своего Симона, Петра, и сказал ему, мы нашли Мессию, именуемого Христом, и привел его ко Христу, к Иисусу. После сего, когда он ловил вместе с Петром рыбу на берегу Галилейского моря, Иисус возвал к ним, говоря, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Тогда Андрей, точно составив по зову Господню в сети, пошел вместе со своим братом Петром за Христом. Андрей был назван первозванным, потому что прежде всех апостолов сделался последователем и учеником Иисуса Христа. Когда же после вольных страданий Господа, по воскресении Его, святой Андрей принял, как и прочие апостолы, духа святого, шедшего на него в виде огненного языка, и когда были разделяемы страны, ему достались по жребию страны Вифинийские и Пропандитские, с Халкидоном и Византией, Ракией и Македонией, простирающиеся до самого Черного моря и Дуная, а также Фессалия, Эллада, Ахия, Аминитин, Трапезун, Теракли и Амастриды. Четвой Андрей прошел эти города и страны, проповедуя Христову веру, и в каждом городе принял много скорбей и страданий. Подкрепляемый всесильной помощью Божией, он терпел все бедствия за Христа с усложнением. Более всего он претерпел мучения в городе, называемом Синоп. Здесь его бросали на землю и, взяв за руки ноги, таскали, били поленьями, бросали в него камнями, вырывали у него пальцы и зубы. Но он благодатью своего и спасителя, и учителя снова оказался здоровым и целым Атран. Отправившись оттуда, он проходил иные страны, Нейкистарио, Самосаты, Аланы, страны Абасков, Зигов, Басфорины. Потом он отплыл в афротийский город Византию, где он первый проповедовал Христа и, научив многих, поставил пресвятеров в церкви. Боисийский по Византии он рукоположил в стахе, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к римлянам. Там же он, под гемле, в благовествовании Христом апостольские болезни и труды, обходил фонд побережья Черного моря, Стифию и Херсонитов. По промышлению Божьему он дошел до реки Днепра в российской стране и, пристав к киевским горам, остановился на ночлег. Став поутру от сна, он сказал бывшим при нем ученикам, «Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божия. Великий город будет здесь, и Господь воздвигнет там много церквей и просветит святым крещеням всю российскую землю». Зайдя на горы, святой благословился, водрузил крест, предвозвещая принятие народам, обитавшим здесь, веры от своей апостольской кафедры, основанной в Византии. Пройдя и выше лежащие российские города, где расположен ныне великий Новгород, посетил еще и Рим. Он возвратился в греческую страну Эфир и снова пришел во фраке, утверждая христиан и подставляя им епископов и наставников. Пройдя многие страны, он достиг Пелопонеса и, войдя в Ахайский город по имени Патры, остановился у одного почетного мужа по имени София. Он восставил его садра болезни и после того обратил ко Христу весь этот город Патры. В то же время уверовала во Христа и жена местного правителя Эгиата Антипата по имени Максимила, освободившись от тяжелых оков недуга и получив скорое исцеление. И мудрый Сратокли, брат Антипатов и многие иные, одержимые различными недугами, выздоровели через возложение рук апостола. Тогда Эгиат Антипат пришел в бешенство и, схватив святого апостола, пригвоздил его ко кресту, о чем пресвитеры и диаконы Ахайской страны написали так. Мы все пресвитеры и диаконы церквей Ахайя пишем о страдании святого апостола Андрея, которые видели своими очами. Всем церквам, которые находятся на востоке и на западе, на юге и на севере, мир вам и всем верующим во единого Бога в Троице совершенного истинного Отца Нерожденного, истинного Сына Рожденного, истинного Духа Святаго, исходящего от Отца и почившего на Сыне. Этой вере мы научились от святого Андрея, апостола Иисуса Христа, страдания которого непосредственно нами виденное мы и описываем. Эгиат Антипат, придя в город Патр, начал принуждать верующих во Христа приносить жертвы идолам. Святой Андрей, зайдя ему на пути вперед, сказал, «Тебе, судье, людей, следовало бы познать своего судью, сущего на небесах, и, познав поклониться ему, поклонившись же истинному Богу, следовало бы отвращаться от ложных богов». Эгиат сказал ему «Ты ли тот самый Андрей, который разрушает храмы богов и склоняет людей к той, появившейся недавно волшебной вере, которую римские цари повелели истребить?» Святой апостол Андрей отвечал «Римские цари не познали того, что Сын Божий, снизойдя на землю ради спасения рода человеческого, с ясностью показал, что эти идолы не только не боги, но не чистые бесы, враждебные человеческому роду, которые научают людей прогневлять Бога и отвращать Его от себя, чтобы Он не слышал их. Когда же Бог, прогневшись, отвратится от людей, тогда бесы кляняют их в порабощение себе и до тех пор обольщают их, пока души их не выйдут из тела обнаженными, не имея с собой ничего другого, кроме грехов своих». И геат сказал «Когда ваш Иисус проповедовал эти бабьи пустые слова, иудеи пригвоздили Его ко кресту». Андрей отвечал «Ой, если бы ты захотел познать таинство креста, как Создатель человеческого рода по Своей любви к нам добровольно претерпел страдания на кресте, потому что Он и о времени Своих страданий знал, и о тридневном Своем воскресении пророчествовал, и, сидя с нами на последней вечере, возвестил о Своем предателе, говоря о будущем, как о прошедшем, и добровольно пошел на то место, на котором имел быть предан в руки иудеев». «Удивляюсь тебе», — возразил и геат, «что ты, будучи человеком мудрым, последуешь за тем, кого исповедуешь распятым на кресте, все равно, каким образом, добровольно или невольно». Апостол отвечал «Велико таинство креста, если ты хочешь слышать, я скажу тебе». «Это не таинство, но казнь злодеев», — возразил и геат. И то Андрей отвечал «Это казнь тайна человеческого обновления, только благоволи терпеливо выслушать меня». «Выслушаю тебя терпеливо», — сказал судья, — «но если ты не сделаешь того, что я приказываю, то понесешь на себе ту же тайну креста». Апостол на это отвечал «Если бы я боялся крестной казни, то никогда не сплавил бы креста». И я сказал «Как ты хвалишь крест по безумию своему, так не боишься смерти по дерзости». И после допроса апостол Андрей был умершлен. «Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь! Продолжение следует...